Ровно год назад команда «Победы-26» провела социальный эксперимент. Вместе с инвалидом-колясочником мы проехались по нескольким маршрутам Ставрополя и убедились, что водители общественного транспорта абсолютно не готовы к работе с маломобильными гражданами. Пандус поставите? Нет? Понятно. Спасибо! Тогда же были предложены идеи – обучить водителей использовать все инструменты низкопольного транспорта, а также организовать встречи перевозчиков с инвалидами. Имеет ли эта история хорошее продолжение? Узнаем прямо сейчас. Вместе с Анастасией Заярной мы снова прокатимся по нескольким маршрутам с низкопольными автобусами. Хоть мы поднимали постоянно этот разговор и этот вопрос о недоступности, кто-то научился, но опять-таки мы вернулись к тому, что инвалиды как не пользовались услугой, так и не пользуются, потому что боятся попасть в неприятную ситуацию, а перевозчик, соответственно, водители, они не могут ее правильно предоставить, потому что первые опять-таки не пользуются. Но появились опять-таки знакомые, которые хотят пользоваться этим очень, но опять водители не останавливаются, водители закрывают двери перед лицом, но мы топчемся на том же месте пока что, что и год назад. Здрасте! А пандус поставите? Спасибо! Это вверх, это вверх. Спасибо большое! Сейчас все сделал правильно, отлично, то есть он подъехал максимально близко, выставил пандус, получился угол наклона не очень большой, я спокойно зашла, плюс опять-таки тут расположение удобное, да, у меня за спиной опрокидыватель, то есть я никуда не еду, то есть ручка опускается, все, я сижу на мебели, все хорошо, вопросов нет. У вас встречи были с инвалидами-колясочниками как раз, вы на них учились или как вам объясняли? Ну, объясняли, когда устраивались на работу, объясняли. Спасибо вам большое! Хорошего дня! А, мне пандус поставят, спасибо большое! Здрасте! А пандус не поставите? А вот он слева у вас, давайте смотреть. Вот, он откручивается полностью, вот эта черная штучка ваша, прям полностью она снимется. Я в теории все знаю, осталось на практике. Теперь где штыречки, это в машине часть остается. Штыречки? Штыречки? Нет, не так, вот, да, вот правильно ставите. Все, отлично, спасибо. Так, придется вам меня там поймать, потому что теперь угол высокий, я сама не спущусь. Ручка, если что, вот она. Хорошо. 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 Дело в том, что у меня чисто, просто, физически, на это нету времени. У нас машины идут через 4 минуты, интервал движения. Если я начну его доставать, потом складывать, это, в принципе, это должно так быть, но, я не знаю, надо тогда расписание движения, пересматривать автобусы или как. Если в прошлом году многие маршрутки закрывали дверь перед лицом и уезжали без объяснения причин, то сегодня, даже пусть и с растерянностью, но они все остановились, помогли и довезли меня из пункта А в пункт Б. Поэтому, на мой взгляд, все прошло неплохо, но, конечно же, это не отменяет обучение, чтобы водители не терялись, не замыкались там в себе, не знали, что с этим делать, чтобы все знали, как у них работает оборудование, что с этим делать, для чего у них нужна, есть пневматическая подвеска, да, для чего у них есть пандусы, как, в принципе, помочь маломобильному человеку зайти в маршрутку и выйти из нее. Субтитры сделал DimaTorzok